Всем привет! Компания Google выпустила новое приложение. Оно называется Photoscan. Оно позволяет делать снимки любых фотографий и сохранять их в электронном виде. И сегодня на примере Xiaomi Mi 5s и iPhone 6s мы покажем, как это работает. Фотографировать мы будем нашего шефа и несколько фотографий, найденных в интернете. Начнем мы демонстрацию со смартфона Xiaomi Mi 5s. Первое, что мы попробуем оцифровать, это фотография нашего главреда Рената. Запускаем приложение, наводим на фотографию, делаем первый снимок. Приложение предлагает сделать еще 4 кадра с разных сторон. Мы их делаем в соответствии с точками, которые заданы в самой программе. Тем самым мы делаем 5 изображений, которые потом будут сведены воедино. Готово! Изображение получилось. Смотрим, что у нас вышло. В принципе, можно сказать, что приложение сделало свою работу, и фотография получилась достаточно четкой, но все равно недостаточно яркой. Хотя, в принципе, примерно так она и выглядит. А теперь для сравнения попробуем другое приложение, которое называется Office Lens. Запускаем. Наводим на фотографию. Она автоматически подгоняет рамки. Делаем снимок. И получается. Изображение получилось более ярким, но, наверное, и шумов стало больше. Так что в данном случае второе приложение проиграло первому, и вариант от Google оказался лучше. А теперь попробуем сделать то же самое на iPhone 6s, используя его камеру и то же самое приложение. Запускаем его. Наводим на фотографию. Делаем снимок. Первый. Второй. Третий. Четвертый. И пятый. И смотрим, что получается. Фотография сделалась даже значительно быстрее, но она получилась какая-то более яркая. Сложно сказать, более шумная или нет. Да, наверное, действительно она получилась более шумная. А еще мы сравним работу этого приложения с приложением Scanner Pro. Запускаем. Авторизуемся. Наводим на фотографию. Он также автоматически выбирает рамки. Делаем снимок. И смотрим, что получилось. Конечно, изображение сначала получилось черно-белым, потому что приложение изначально ориентировано на работу с документами. Но мы его изменяем, превращаем в цветной снимок и смотрим, что получилось. Результат также неплохой. Отсюда вывод. Приложение от Google ничем не лучше других аналогов. Но, возможно, оно чуть больше убирает блики с фотографии. Компания Google уверяет, что их приложение способно не только делать цифровые копии фотографий, но и значительно улучшать качество старых снимков. Попробуем это проверить. Запускаем приложение. Наводим на фотографию старой Москвы. Делаем первый снимок. Подгоняем остальные четыре, которые не всегда срабатывают быстро, а иногда работают даже очень медленно. И получаем заветный результат. Ну, не сказать, что фотография сильно улучшена. На мой взгляд, она наоборот даже ухудшена. Поэтому в этом компоненте компания оказалась не лучше, чем другие. Какой из всего вышесказанного можно сделать вывод? Ну, наверное, Google не удалось сделать революцию в процессе оцифровки изображений, но, тем не менее, они выпустили неплохое приложение, которое точно стоит попробовать. А этот короткий обзор для вас подготовил Артем и AndroidInsider.ru. До встречи на других наших каналах. Пока!